Правда, я сегодня убийственно милая? Привет, рыбки! С вами я, Лена Ангелвиль, и как возможно вы догадались, сегодня мы распакуем куколку Монстер Хай. И не просто кукла Монстер Хай, а ту куклу, которая никогда мне не нравилась до того момента, как она не вышла в этой коллекции. Как вы думаете, кто это может быть? То? То? Это... Дракулаура Ковикон 2015 года! Если что, я на сердечко покажала. У нее сердечко. Дракулаура, если еще кто-то не знает и не знаком с этим персонажем, дочка графа Дракулы. В отличие от всех вампиров, она вегетарианка и каким-то способом ест только овощи и живет. Окей. И несмотря на свой вампирский образ, Дракулаура безумно милая, хорошая и на нашем языке просто няшечка. А так как в кукольных вариантах милых, добрых и очаровательных образов просто по горло, я не особо обращала внимание на этого персонажа, пока ее не выпустили в коллекции Комикон. Комиконовская Дракулаура просто Дракулаура из другого мира, абсолютно не похожая на своего оригинального персонажа. Но прежде чем мы рассмотрим саму куколку, я скажу пару слов о коробочке. Как вы видите, эта коробочка очень особенная и не повторяется у других персонажей, потому что это эксклюзив Комикона. Но как и у многих Дракулаура и вообще кукол Монстер Хай, она выполнена в виде кромика. Что мне нравится в этой коробке, это то, что здесь нет ничего лишнего. Весь акцент идет на саму куклу, немножечко окантовки в готическом стиле. Очень характерно написано здесь ее имя Дракулаура. 411 год нашей эры. Значок Монстер Хай. И написано Adult Collector, что означает для взрослых коллекционеров. А сзади у нас есть немножечко информации о самой дизайнерской кукле. И что она из себя представляет. Здесь у нас есть сама зарисовка этой Дракулауры и этого костюма. Несмотря на то, что сама она очень милый жизнерадостный персонаж, здесь она сделана очень готично и очень атмосферно. Ну а здесь сообщается, что кукла и костюм передают атмосферу старого Лондона и, конечно же, моды 19 века. Больше в коробке особо ничего интересного нет. И, конечно же, переходим к ее открыванию. По сути, трудно назвать распаковку этой куклы распаковкой, потому что все, что здесь держит коробку, это просто два несчастных кусочка скотча. И таким образом мы открываем нашу прелесть. Ну а мы отправляемся к основной части. Как вы видите, даже внутренняя часть коробки, та самая, в которой кукла и находится, продекорирована, как внутренняя часть грубая, такая миленькая и не очень симпатичная. Здесь, на задней части коробки, нас, конечно же, ждал дневничок, в котором Дракулаура, естественно, рассказывает свою историю на тот период времени, о котором говорит сама кукла и ее образ. Ну и, как обычно, с левой стороны у нас находится подставочка. Но, в отличие от всех других подставок, которые тоже черные, она имеет свою особенную и необычную форму с кучей паутинок и летучек мышек. Это очень здорово и приятно. Правда, каким образом оно держит куклу без штырька, непонятно. А вот и штырек. А штырек у нас, оказывается, прячется в нижней части этой подставки. При сборке у нас получается вот такая вот штука. Мэри! Леди Мэри! Мэри! Леди Мэри! Мэри! Нет, серьезно, ребята, она вам Мэри Поппинс не напоминает? Нет. Что же, кажется, сообщать о том, что у нее есть зод, уже нет смысла. Что прикольно в этом зонте, что, в принципе, его можно еще чуть пошире вскрыть и вот так вот застопорить. И потом так же опустить. А теперь перейдем к самой куколке. Как я уже говорила, на этот образ повеяла мода 19 века, в которую особо и обсуждались вампиры и вампирская жизнь. Я не знаю, с чего начать, потому что эта кукла абсолютно другая по сравнению с монстряшками. Во-первых, начну с того, что такого типажа тела, как минимум пока, на 2015 год, нет ни у одной другой куклы. А значит, эта Дракулаура единственная в своем роде, и это прекрасно. В принципе, ее можно определить еще пока к формату 1х6, но она немного покрупнее. Если сравнить ее с обычной монстряшкой, то вы увидите, что она выше ее на целую голову. Не обращайте внимания на рога Изи и шляпу Дракулаура, они немного отвлекают, но вот примерно так она выглядит. Кстати, по поводу шляпы. Как и многие другие аксессуары на голове у монстряшек, она прикреплена специальными прозрачными штуками, которые нужно оторвать, когда ты хочешь снять с нее этот предмет. Но они продумали наше желание поставить потом эту шляпу обратно, и сделали вот такую вот фишку, которая будет зацепливаться за волосы и удерживать шляпу на голове куклы после того, как прозрачные штуки будут сняты. Если я, конечно, их буду снимать. Еще очень милые дополнения к шляпе, которая сама по себе очень декоративная, вся в паутине, есть вот такие вот крылышки, которые делают эту шляпу еще более странной, чем она есть, но это клево. Молд куклы сам по себе ничем не отличается от лица обычной Дракулауры, тот же размер, то же строение. Но, во-первых, глаза этой куклы гораздо большие, рисовка совершенно другая, в отличие от всех Дракулаур. Также впервые в истории Монстр Хай кукле сделаны большие вставные ресницы, что дает небольшое такое нега ощущение, что это уак. Ну и взгляд, конечно, становится таким глубоким-глубоким, как у настоящих дам Средневековья. Помимо прекрасного утонченного платья, которое, в принципе, я думаю, вы сразу успели рассмотреть, с кучей рюшечек и слоев, я хочу, чтобы вы обратили внимание на накидку, которая находится на этой кукле. По сути, эта накидка имитирует стилизацию плаща, которую приписывают Дракуле. Когда она опускает руки, получается такая некая накидка, а когда она их разводит в стороны, то получаются большие крылья летучей мыши, и это потрясно. Кстати, кому интересно, к платью оно не имеет никакого отношения. Здесь все на резиночках, и при большом желании это можно снять. Я считаю, что без шляпки и накидки куколка выглядит намного нежнее и романтичнее, более похожей на Дракулауру. Без них как-то теряется роскошность, необычность и, конечно же, готичность. Но кому как нравится. А я хочу, чтобы мы с вами сейчас поподробнее посмотрели тело этой куколки, потому что оно достойно вашего внимания. Как я вам уже говорила, у этой куклы свое необыкновенное строение тела. В принципе, естественно, база похожа на любое тело куклы Монстер Хайи. Размер ножки этой куклы, естественно, меньше кукол, которые 90 сантиметров, меньше гулиобы Джеллингтон, которая сантиметров 40 с чем-то имеет, если я не ошибаюсь. Интересный факт. Несмотря на то, что эта Дракулаура выше взрослых монстряшек, ее нога все равно гораздо меньше, чем у самой большеногой монстряшки Марисоль Кокси. Но очень здорово и приятно, что обувкой она все-таки сможет меняться с остальными взрослыми куклами Монстер Хайи. Ну а ее грудный шарнир, скорее всего, уже напомнил вам шарнир Гулиопа Джеллингтон. А еще мне очень нравится ее прическа. Она очень простая, то есть, в принципе, обычная укладка, но здесь, с левой стороны, одна из прядок убрана немножко назад под другие пряди и складывается вот такая вот красивая и простая прическа. Получается, что, как любая кукла Монстер Хайи, она имеет 11 шарниров по голове, плечах, локтях, кистях и коленях. А также у нее есть дополнительный 12 шарнир в торсе, который делает ее не только изящной, но и очень подвижной. И последним хотелось бы обратить ваше внимание на ручки этой Дракулауры. В принципе, они в обычной позе, как у всех монстряшек, но они отлиты так, что складывается впечатление, как будто бы у куклы на руках одеты какие-то прозрачные перчатки. Такой толщины пальца на руках были у Дракулауры в коллекции «Я люблю обувь, кажется», где, правда, реально было стилизировано, что у нее перчатки, а здесь просто большие толстые пальчики. Мне лично эта куколка очень понравилась. Я вообще никогда не думала, что Дракулаура сможет покорить мое сердце, но у этой Дракулауры получилось попасть в мою коллекцию, и это круто. Если вам понравилась моя распаковочка, обязательно ставьте лайк этому видео и любите игрушки, живите в сказке, верче в чудо. С вами была Лена Ангелвиль, Дракулаура, и пока-пока! Мы увидимся скоро в новых видео на Ангелвиле! Эй, а хочешь такую же Дракулауру в свою коллекцию? Тогда обязательно поучаствуй в новогоднем творческом конкурсе от Ангелвиля! Кликни на видео слева, которое ты видишь на экране, и попробуй свои силы! Также одним из призов будет кукла Изи Даундэнсер! Если ты еще о ней ничего не знаешь, то кликни на иконку видео справа и посмотри мини-распаковку, которая у меня с ней была! А также не забудь подписаться на Ангелвиль, ведь он этого стоит!